В этом видео я расскажу про один интересный способ, как надежно заделать торцевые стыки на гипсокартоне. Этот способ разработан и является собственностью компании Unitech MD. Сюжет будет из двух частей. Здесь я вам покажу поэтапное изготовление такого шва, а в другом сюжете инструмент покажу, с которым эта работа выполняется. Для начала давайте вспомним стандартные способы заделки швов. Заводские края у гипсокартона имеют собственное углубление и завернуты в бумагу. Это углубление заполняется смесью и туда же вклеивается лента. В этом случае лента находится в одной плоскости с основной поверхностью. На торцевых швах разрезается фаска. Она заполняется смесью и бумага приклеивается сверху на гипсокартон. В этом случае лента плюсует относительно основной поверхности. Поэтому, чтобы ее не было заметно на глаз, с помощью смеси и широкого шпателя этот бугорок разгоняется в стороны. Третий способ дополнительный. Когда на торцевых швах с помощью круглой фрезы углубляется бумага внутрь. Для этого нужно иметь рабочее место, саму фрезу, пылесос, рейку со струбцинами. Ну и вообще это все делается заранее, до установки листа на потолок. При использовании нашей технологии стыки обрабатываются уже после того, как гипсокартон будет прикручен. Это может быть стена, потолок, какие-то откосы, вообще не важно. То есть сначала ставится гипсокартон и по факту запечатывается вот такой торцевой стык. Под гипсокартоном у нас стоит стандартная CD-шка. И саморезы вкручены максимально по краям профиля. Потому что вот это расстояние нам будет нужно для того, чтобы углубить бумагу внутрь. Первым делом нам надо по обе стороны от стыка в диапазоне 2-2,5 см поднять бумагу. Так мы получим доступ к гипсовому сердечнику. Вот так выглядит бумага, которую мы подняли от гипса. Теперь выберем серединку, для того, чтобы эту бумагу углубить. Выбрать гипсовую середину можно двумя способами. Ступенькой и треугольником. А это уже приклеенная на смесь бумага. Вот так формируется новая кромка на стыке гипсокартонных листов. Это ступенчатая кромка. А это треугольная. Как видим фаска не разрезается. Бумага остается целой. Так же, как и при стандартной заделке заводского шва, сверху вклеивается бумага. В данном случае это ровная полоска. Затем шов заполняется смесью и выравнивается шпателем. Там, где у нас треугольная стыковка, бумага вклеивается не как ровная лента, а согнутая, как уголок, то есть повторяет форму стыка. Дальше все то же самое. Закрываем шов смесью. Как мы видим, при таком запечатывании торцов бумага приклеивается, но поверхность она не плюсует, потому что находится внутри. Точно так же, как и при заделке заводских швов. Чтобы не мешать работе, мы переместились на другой объект. Здесь у нас тоже такие же плоские стыки, как те, что вы уже наблюдали. Конечно, возникает вопрос, а зачем все это нужно, если есть стандартные технологии и рекомендации производителя? Да, рекомендация есть. И по этим рекомендациям вам нужно разрезать фаску, забить ее смесью, наклеить бумагу сверху в наклёст на гипсокартон, закрыть все это слоем шпаклевки, потом вышкуривать. А многие еще клеят и стеклохолст, что тоже мало приятного к работе добавляет. Так вот, есть другие технологии отделки, которые позволяют обойтись без всего этого. А нужно всего лишь из обычного торцевого стыка, стандартного, сделать мини-заводской с углублением под бумагу. У нас они делаются двумя способами, вот таким ступенчатым и треугольным. Ну а как они делаются конкретно и с каким инструментом, вы можете посмотреть в следующем сюжете. Ссылка будет в описании под видео. На этом всем пока. Спасибо за внимание.